Спортивная этика. Вот что это означает по отношению каратэ, применительной каратэ, к поединку? В каратэ спортивная этика это, пожалуй, самый основной раздел, какой есть. В каратэ как раз обучение начинается с этики, в том числе и со спортивной. И кончается, но уже, наверное, далеко не спортивная, а самое основное с той этикой, которая начинается, когда мы выходим за стены нашего додзё. То есть клубы, где проходят занятия спортивные. Соблюдение внутреннего этикета, оно должно обязательно, то есть внешнего этикета, оно должно обязательно отразиться как-то, перейти внутрь, что ли? Ну, что-то вроде этого. Ну, пожалуй, так. Должно быть полное соответствие. Сначала воспринимается на внешнем уровне этикет, который у нас проходит в зале, форма поклонов, ритуал. А потом происходит их внутреннее выяснение и как бы сочетание такого внутреннего понимания и внешней формы. Потом это уже демонстрируется повсюду. Ну, скажем, ваше поведение на улице, в семье, в школе, там, в институте, на работе, ещё где-то. Скажем, в ваших отношениях с мужем, женой, с детьми, с прохожими и так далее. То есть это уже какая-то универсальная общечеловеческая этика, которую спортивная этика каратэ помогает уяснить. Скорее всего, так. А скажите, вот в поединке, в бою, что значит этика? Применительное это слово к поединку. Есть такие слова боевая, злость, там, какое-то агрессивное состояние. Насколько это, так сказать, соответствует тому, что должно быть в поединке? У нас, пожалуй, поединок является концентрацией нашего внимания на спортивной этике или на этике каратэ. И в этот момент происходит контакт между двумя людьми, которые, в общем-то, должны как-то проявлять агрессивность. Тем не менее, если вы заметили, то у нас её нет. Скорее всего, в поединке выявляется, есть ли агрессивность у одного по отношению к другому или нет. И если она есть, то способ её ликвидации. Может быть, агрессивность – это признак как раз слабости, испуганности, сжатости, скажем, или какого-то комплекса неполноценности, допустим, если человек чувствует себя не очень адекватно в этой ситуации, в обстановке. Вот поединок помогает разрешить эти проблемы. Кроме того, человек всё-таки во многом существо биологическое, чистое. И, скажем, выделяется адреналин всегда, когда есть какая-то крайняя ситуация. Поэтому в таком состоянии схватки мы помогаем реализовать в себя просто подсознательные инстинкты агрессии и так далее. Ну, в первую очередь, наверное, агрессия. Может быть, инстинкт страха, инстинкт там ещё чего-то, не знаю, самоутверждения. А кто побеждает в какой-то такой ситуации? Побеждает тот, кто правильно понимает ситуацию. Видите, у нас не объявляются победители. И в основном задача не в том, чтобы показать, что вы что-то делаете лучшее. А в том, что в данной ситуации, которая происходит в схватке, попытаться выяснить, чем дышит, чем живёт ваш противник. И каково ваше место вот в этой ситуации. Понимаете? Может быть, вот сжатая такая обстановка поединка помогает разрешить более глобальные проблемы. То есть, я бы сказал, что это психологическая тренировка, в которой побеждает именно тот, кто победит себя в первую очередь. Ну, то есть, свои слабости. Поможет себе самому выяснить уже не на умственном уровне, а комплексном, на физическом, там, эмоциональном уровне. Все свои ограниченности и все свои возможности. Возможности всегда больше. И это даёт основу вот нашему продвижению вперёд, то есть прогрессу в карате. У вас очень много учеников, и, наверное, вы уже, наблюдая их, и судя по их внешним проявлениям, подвижениям, можете судить уже и о характере каждого, и о человеческих смыслах. Это возможно? Безусловно. Я даже думаю, что каждый из них может посмотреть на себя со стороны, если он ведёт правильную схватку. Если он не впадает в состояние такого эмоционального, что ли, увлечения, когда он полностью контролирует себя во всех проявлениях, он видит себя как бы со стороны. Более того, как раз выигрывает тот, кто может себя объективно отражать. То есть видеть и себя, и противника совершенно, как бы отойдя со стороны. Вот отсюда и происходит преодоление вот своих таких возможностей. А вот через внешние проявления, через движения, через, в общем, эти занятия. Да. Вот, вы знаете, существует такое у нас отношение, в общем-то, к культуре движения, к пластике, довольно такое, я бы сказала, ну, заниженное, что ли. То есть мы придаём этому мало значения. Говорят, там встречают по уму, мы определим человека по тому, как он говорит, как он общается, что он думает, так сказать, и так далее. И мало думаем мы о том, как характеризуют его движения. Вот как вы считаете, можно ли через вот эти движения, через внешние проявления человека, через тренировку их, как-то повлиять на его внутреннюю сторону, на духовный мир? Безусловно. Моё глубокое убеждение в том, что карате в первую очередь через этику, через движение, через вот такие психологические ситуации, которые, в общем-то, у нас встречаются довольно редко. Здесь в первую очередь видны все проявления человека, его психики, его характера. То есть не то, что человек думает о себе и что он привык показывать другим, а что он есть по-настоящему. И если обстановка доброжелательна, а я надеюсь, у нас это именно так и происходит, то это помогает ему контролировать себя, заниматься самовоспитанием. Ну, естественно, воспитанием группы по отношению к нему и тем, кто ведёт группу. То есть моя роль какая-то в этом тоже заключается. Я прежде всего должен выяснить человека, именно его какие-то качества специфические, и показать ему, как их он может использовать на пользу. И что отрицательное, от чего нужно избавляться. В первую очередь именно это делает человека законченным и совершенным бойцом. Умение психически владеть собой, знать свои плюсы, минусы, недостатки. И потом уже использовать свои физические данные. То есть всё это в комплексе. Как бы телесные, душевные, эмоциональные, интеллектуальные возможности, они объединяются в один такой конгломерат, который составляет характер человека, его натуру, его моральные принципы. А что бы сказали бы человеку, который просил бы вас принять его, который пришёл бы с программой научиться особо неотразимым приёмам каратэ, внешнему, так сказать, эффектному вот этому стилю, который он знает по фильмам, какому-то подростку, который пришёл бы к вам вот с такой программой. Очень часто приходят те люди, которым каратэ, ну ни в коей мере не нужно. С одной стороны, это люди, которые как-то желают чувствовать неполноценность, хотят её компенсировать какими-то сверхприёмами. С другой стороны, люди, которые чувствуют силу и нуждаются просто в такой телесной разрядке. Ни первые, ни вторые совершенно не подходят. Но самое интересное, когда и с первыми, и с вторыми начинаешь делать, они меняются очень сильно. Если они входят нормально в группу, контактируют, они очень меняют свои мировоззрения. Начиная с одного, скажем, с самообороны, кончая с самоусовершенствованием. Это обычный процесс. Так что, если тот, кто придёт, обычно мы говорим так, походи, посмотри, позанимайся с нами, а потом поймёшь, нужно тебе или нет. Или, может, тебе нужно дать понять, что это тебе совершенно не является для тебя необходимым. Пожалуй, так. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok